СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Таким образом перекидываем мостик из одного поколения в другое и складываем из всего этого свою радиоисторию страны. Представляю вам с удовольствием нашего гостя сегодня вечером. Владимир Владимирович Познер. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Радо сказать, конечно, что я себя чувствую более взволнованной, чем перед другими интервью, потому что мы берём интервью у человека, который... Олицетворяет интервью. И поэтому... И здесь очень трудно, как бы, не то чтобы ты хочешь угодить, но ты хочешь не задавать банальных вопросов, а при этом не быть очень дерзким. Поэтому я вас прошу, если можно, если какие-то вопросы... Помилосердствуйте. По мне, мои будут казаться вам неделикатными, я хотела бы, чтобы вы прямо сказали, что я не буду об этом говорить, или вопрос... И так далее. Мы заодно получим мастер-класс. В ответ я хотел бы вам сказать, что задавайте любые вопросы, какие вы хотите, если я не захочу или не могу на что-то ответить, а так и скажу, что... Так что вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Спасибо. Да, вчера вечером я повторял себе, когда готовился к интервью, не умничай. Поэтому вопрос первый будет, по-моему, предельно прост. Три города, с которыми связано ваше детство. Париж, Нью-Йорк, Берлин. Нам довелось посетить эти города, когда мы были, в общем, уже во взрослом состоянии. Я хотел бы от вас услышать картину Парижа, Нью-Йорка и Берлина глазами ребенка или подростка. Что в каждом городе осталось у вас в памяти? Вот прям конкретные какие-то места или какие-то люди. И вот хотелось бы получить от вас такую вот экскурсию по воспоминаниям. Париж, Нью-Йорк, Берлин. Париж, первые воспоминания и оставшиеся навсегда, это квартира на бульваре Виктор, напротив здания военно-воздушных сил Франции. И сама вот эта квартира. И потом то, что я ходил к своей тете, у которой был французский муж. Тетя – это сестра моего отца. Ходил, потому что у них был замечательный пудель. Звали его Проспер. Проспер, был он черно-белый и невероятно умный. Я, пожалуй, немногих людей знаю, которые могут сравниться с его умом. Я с ним играл в прятки, брал мяч и говорил, Проспер, иди в угол, закрой глаза. И он шел в угол, закрывал глаза. Я прятал мяч и говорил, ну все, ищи. И он с дурацким видом отправлялся совсем не туда, хотя, конечно, он чуял сразу, где мяч. Я говорил ему, да нет, не туда. Он растерянно так на меня смотрел. Ну, мол, где? И так ходил, и говорю, горячо, горячо. И вот так я с ним мог играть часами. И это, пожалуй, самое первое моё воспоминание Парижа. Потом было много других, связанных с оккупацией Парижа и с матерью мужа моей тёти. Знаменитая была дама, мадам Беркантон, которая была невероятно красива и невероятно строга. Её боялись как огня. Я по воскресным дням ходил, в этом же доме была её квартира, ходил к ней пить кофе. Заметьте, что мне было 6 лет. 5-6 лет. И вот одно воскресенье было, я пришёл и жду кофе, и чего-то говорю. Она на меня смотрит странным взглядом и говорит, ну всё, вы кто? Я говорю, как я кто? Я маленький Вова. Но почему маленький? Потому что папа мой тоже Вова. Она говорит, разве? Я говорю, мадам Беркантон. Ну, конечно, я маленький Вова. Она посмотрела на своего старшего сына, мужа моей тёти, говорит, скажи, пожалуйста, по-твоему, это маленький Вова? Он посмотрел на меня так изучающе и сказал, да, по-моему, нет, я уже в слёзы. Как нет? Я же маленький Вова. Она сказала, да нет, ты знаешь, маленький Вова, когда он приходит, он всегда здоровается первым делом. Я всегда её называл «Новы». А тут растерявшись и сказал, ой, мадам Беркантон, как ты поживаешь? Это была тоже надолго память. Вот. Ну, а уж Нью-Йорк, это я был старше. Даже не знаю, что выделяется. Наверное, когда я получил свою первую работу разносчика газет, в Америке все зарабатывают, и я хотел тоже, не только за то, что я убирал со стола и очистил туфли по субботам маме, папе. За это я получал карманные деньги, ну, их было очень мало, на мой взгляд. Я хотел больше. И папа мне сказал, так ты найди работу. Я нашёл, мне было 9 лет. За углом был хозяин небольшого магазинчика, где продавали игрушки, конфеты, книжки, ну, всякое такое. И газеты. Тогда очень мало подписывались ещё на газеты. И я спросил его, Сэм, его звали, Сэм, у тебя нет для меня работы? Он сказал, о, мне нужен мальчик-разносчик газет. Давай, приходи завтра в 5 утра. Ну, я пришёл в 5 утра. Он сказал, пойдём, я тебе покажу, какую газету, куда надо относить и оставлять. Мы прошлись примерно час. Потом он мне сказал, что, значит, вот так будешь ходить, никого беспокоить не будешь. И я тебе платить не буду. Но по праздникам ты будешь звонить в дверь, и когда тебя откроют, ты скажешь, я ваш мальчик-разносчик, я вас поздравляю с праздником, тебе дадут на чай. Я не знаю, сколько меня это не касается. Вот я начал работать, и в Рождество, это был первый праздник, я получил 100 долларов чаевых. Это сегодня примерно тысяча. Я купил велосипед с корзиной и дальше развозил газеты, а не разносил. Сразу стал маленький бизнес делать такой. И ещё однажды я опоздал, и когда я прибежал, Сэма уже не было, я его дождался, и говорю, Сэм, извини, вчера были гости у родителей, я помогал, я проспал из-за этого. Он меня похлопал по плечу и сказал, Билл, ну, Владимир, какой Владимир в Америке? Билл сказал он мне, ты не переживай. Только в следующий раз, когда проспишь, ты не приходи вообще. Есть другой мальчик, который очень хочет эту работу. И всё. Не ругал, не учил, но я никогда с тех пор не опаздываю. Думчатый историй очень поучительный. Да, а что касается Берлина, то я его ненавидел. Я мальчик военный, я помнил, ну, не только оккупацию Парижа, но папа мне показывал документальные ленты, которые фигурировали на Нюрнбергском процессе. Я ненавидел немцев, я не говорил по-русски, и поэтому, раз я не говорил по-русски, то для русских я был немцем автоматически, что было для меня невыносимо. Это было 4 года моей жизни, пожалуй, самое тяжёлое в моей жизни. Я каждый день мечтал о том, как оттуда уехать, убежать и так далее. Ненавидел этот город. И потом, когда, ну, знаете, как говорят, если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Когда моя дочь уехала в Германию, вышла замуж за немца, родила там внука мне, а себе сына, я приезжал, поначалу мне было дико тяжело. Я переставал есть, ну, просто не мог. Ну, постепенно примирился, ну, особой любви нет. Там есть же, мне кажется, что важный психологический нюанс ещё в том, что вы ходили в школу, в которой доучивались те солдаты и офицеры, которые не сумели выучиться. Из-за войны, да. Это как раз было светлое пятно. Надо сказать, что эти солдаты, это были не солдаты, конечно, это были, начиная с сержантского состава, ну, и там офицеры, вплоть до майора. Они поразительно деликатно ко мне относились и давали мне в тремь понять, что я свой. Старшина Ушаков, с которым я впервые выпил в жизни стакан водки, да, и потом на автопилоте добрался до дома и долго обнимал унитаз, отдавая всё, что у меня было. Ну, а также, когда один капитан, красавец, адъютант рассмеялся, потому что я странно произнёс одно слово на уроке физики, я сказал соленоид, вместо соленоида. Потому что я считал, что раз нету мягкого знака, нету и краткого, то соленоид. Ну, вот, и он заржал. И мне захотелось вообще провалиться сквозь пол, и тут скачил такой Михеев и сказал мне, вон из класса! Я вышел, и когда закрылась дверь, я услышал там такой мат, с такими переборами, с такими воспоминаниями и предсказаниями того, что будет в адрес того человека, который рассмеялся. И продолжалось это, наверное, минуты три. Ничего не повторялось. Это было виртуозно совершенно. Большой матерный загиб. Потом открылась дверь, и мне было сказано, заходи. Я зашел, и вот этот, который рассмеялся, белый, как, я не знаю, лист бумаги, сказал мне, Володя, извини, пожалуйста. Я этого никогда не забыл. Это были совершенно... Видимо, вот эти люди, обожженные войной, прошедшие через этот ад, на самом деле, были гораздо более тонкими и деликатными, чем последующие поколения. Владимир Владимирович, ну мы так прыгаем по-географически и по вашей судьбе. Да-да-да. И все-таки, наверное, я попрошу вас рассказать о вашем отце, потому что понятно, что ваша судьба в детстве прежде всего была связана с ним. И я бы хотела так поставить вопрос. Вот какую логику своей судьбы выстраивал ваш отец? Какая была его... Как он хотел? Мой отец родился в городе Санкт-Петербурге в 1908 году в семье интеллигентной, еврейской, но в то же время вполне атеистической, так сказать, не соблюдавшей никакой иудейской, так сказать, религии и так далее, и так далее. Семья держала на Невском проспекте дом 66, сейчас там бар, фотографию, и поэтому у меня очень много фотографий того времени. У него были две сестры, Виктория и Елена, в просторечии Тото и Лёля, и они есть в литературе. Если вы вспомните, жил-то был крокодил, он по улице заходил и так далее. У крокодила были дети, Кокоша, Алё, Лёша и Тотоша, Кокоша – это сын Чуковского, Алё, Лёша и Тотоша – это мои тети. Так что их обессмертили, так сказать. Вот. А в 1922 году вся семья эмигрировала. Она, как и многие интеллектуальные, интеллигентные семьи, сначала восприняли революцию очень позитивно, потом почувствовали, что что-то не совсем так и уехали. Они выехали сначала в Берлин, это был 1922 год, соответственно, моему отцу было 14 лет, и потом его родители разошлись. Его отец уехал в буржуазную Литву, а мать с тремя детьми в Париж, где мой отец закончил среднюю школу русскую, потому что она была лицей, был создан для таких детей, а потом пошел работать, потому что мать была одна, некому было содержать их, была младшая сестра, а старшая уже в 1925 году вышла замуж за американца и уехала в Соединенные Штаты. Отец мой был, можно сказать, с юных лет влюблен в советскую власть, он помнил революционный Петербург, он потом не рассказывал, матросов шагающих и поющих о нашей жены в пушке заряжены и так далее, а потом он видел, ведь, что происходило тогда, особенно, 29-й год, крах экономический, а в этом же 29-м году Советский Союз объявляет о первой пятилетке, то есть разница колоссальная, и он мечтал о том, что когда-нибудь он вернется, у него не было гражданства, он отказывался брать гражданство, у него был Нансеновский паспорт, такой специальный документ, придуманный Фритьёфом Нансеном, знаменитым путешественниками, открывателем севера норвежским, вот. Что это за паспорт, какие... Это документ, признанный международный документ, который позволял человеку жить там, где он хочет, работать и так далее. Только не голосовать и не быть избранным, а так всё остальное абсолютно. Простите, Владимир Владимирович, но это всё-таки очень нетипичная позиция для русской эмиграции парижской 20-х годов. Откуда она взялась? Она взялась так вот, кто его знает. От матросов, которые шагали по Петербургу и пили наши жёны по пушке с режимами. Папа вот такая была, вот, и, конечно, в его кругу, и, кстати, круг был такой интересный, потом папа создал баскетбольную команду, которая называлась «Русский баскетбольный клуб», который стал, эта команда стала частью первенства Франции, сначала в нижней, низшей дивизии, как говорилось, то есть, в, там, не знаю, там, в самые последние, потом постепенно добрались и стали чемпионами Франции. То есть, он был очень активным человеком. Стал работать в американские кинокомпании «МГМ», «Метро Голден Мэр», там, где Лев рычит на экране, да, а мама моя работала в Парамаунте. Конфликт интересов. Наоборот, это то, что их познакомило, почему, собственно, я и родился. Родился я не по желанию моего отца, он вообще не хотел жениться и не хотел быть отцом в это время, и я родился вне брака, то есть, я бастард, так сказать, вот, крещённый в католической вере моей мамой, нигде не будет, а в соборе Парижской Богоматери, но я этого не помню. Но вы с особым чувством, наверное, теперь заходите туда. да, 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 вот, и моя мама взяла меня трёхмесячного и уехала со мной в Америку. Папа там оставался, во Франции. Вероятно, было множество романов, папа мой был вообще любителем, дам, и дамы его очень любили, он был человеком очень, как вам сказать, изящным, умным, обаятельным, может быть, некрасивым в таком классическом понимании этого слова, но ещё лучше, чем красивым, в нём было вот такое мужское обаяние очень сильное, на языках говорил, ну, короче говоря. Но он, как я потом узнал, обещал своей умирающей маме моей бабушке, которую я никогда не знал, что он всё-таки женится на маме моей, и он приехал за ней в 1939 году в Америку, а мама моя была человеком однолюбом, и она не вышла бы замуж ни за кого, ну, они вот как раз поженились в Нью-Йорке, и в 1939, я тогда с ним познакомился, мне просто, мама ко мне приехала, я был за городом, я воевал с каким-то маленьким корабликом, я не мог развязать там верёвочку, и начал пинать его ногой от злости, и мама сказала, там внизу есть один человек, который довольно хорошо развязывает узлы, может, ты попросишь его, ну, я спустился, я помню, как сейчас, сидит на диване такой человек, я ещё вспомнил, что у него один спухший палец, что-то он порезал, я говорю, здрасте, воспитанный был мальчик, вас научила здороваться ваша тётка, мама и дядя, он сказал, здравствуй, ну, конечно, по-французски, я говорю, вот у меня проблема, вы не можете, пожалуйста, развязать, он сказал, ну, давай, я попробую, и он это сделал в одну секунду, отчего я себя почувствовал полным идиотом, конечно, и вообще, по жизни он любил, когда люди чувствовали себя идиотами, он это им показывал, чему у него были враги, вот, и я сказал, спасибо, и мама мне сказала, это твой папа, ну, и я не могу сказать, что как-то это произвело на меня впечатление, хотя я это помню, но я не скучал, у меня не было ощущения, вот у всех есть, а у меня нет, вот такого не было никогда, а я уже, ну, в пять лет-то ты уже сформировался в значительной степени, и моя мама воспитывала меня словом, любовью, лаской, а папа был такой диктатор в семье, и я совершенно не воспринял этого и стал, с самого начала у нас возникли проблемы, ну, приехали во Францию, тут война, папа ушел в армию, опять его нет, я не очень скучал, а потом, ну, война такая, да, французы очень быстро капитулировали, ну, и по сути дела он вернулся, и я уже с ним стал общаться, вот, где-то в сорок первом году, наверное, перед тем, как мы бежали из Франции, потому что, ну, он не только еврей, не только из России, но еще такой любитель Советского Союза и коммунизма, ну, для немцев это прям замечательная комбинация, вот, и подкупив гестапо с помощью богатой еврейской семьи, они дали деньги только потому, что родители согласились взять их дочь и вывезти ее со мной, только сказав, что это моя няня. То есть, они спасали таким образом своего ребенка? Спасли, да, да, вот, значит, мы уехали через Испанию, Португалию и Соединенные Штаты Америки, и вот там я получил свои первые, от отца свой первый урок политграмотности или политграмоты, когда немцы напали на Советский Союз, папа купил контурную карту Советского Союза, прикнопил ее к двери шкафа большого такого платинового, и стал черным карандашом заштриховывать то, как немцы продвигаются, и он меня подзывал и говорил, вот видишь, они приближаются к Москве, к Ленинграду, так вот имей в виду, они не возьмут никогда ни Москву, ни Ленинград, и вообще они не победят, потому что социализм непобедим, а все в это время выражали ему соболезнования, что да, жаль Россию, ну что ж, недели через две, конец, а потом он красным карандашом рисовал контрнаступление, и это был для меня наглядный просто урок, вот что такое социализм, немцы всех побеждают, а вот этих не могут, знаете, вот что такое мой отец, который, как потом я узнал, работал на нашу разведку советскую, не будучи разведчиком, ну просто от желания, что потом предопределило очень многое в его жизни, а следовательно в моей, потому что если бы он не уехал со всей семьей в Советский Союз, то кем бы я был, я понятия не имею, что бы со мной было, кто его знает, но была бы совсем другая жизнь, это очевидно. Я хочу сказать, что вот эта история про контурную карту, она напоминает мне нашу семейную историю Толстовскую, потому что я тоже из репатриантов, как люди, совсем не сочувствующие советской власти, но также следили с болью в сердце за предвижением немецких войск, а потом наступлением, просто переживая за Россию. Конечно. Да. Я хотела спросить только, вот как ваша мама, понятно, что любовь, она не знает никаких политических пристрастий и так далее. Как она относилась к этим таким сочувствиям в сторону Советского Союза, которые были у вашего отца? Это было странное какое-то, то, что она прощала, интересовалась ли она этим, поддерживала, понимала ли она это? Моя мама была абсолютно политичным человеком. Аполитичным. Она родилась в высоко буржуазной семье, и даже отчасти аристократичной, бедной, но с определенным окружением, воспитывалась определенным образом, и политика вообще была вне ее сферы интересов. Она стремилась всегда к красивой жизни, красивой обстановке, красивой одежде. Она была очень твердым человеком, и прошла через очень непростые обстоятельства, и жила и в бедности. Но ее нутро было таким, она вообще, на мой взгляд, была стальным человеком. Она сгибалась, но не ломалась. Она была сильнее моего отца, потому что, конечно же, для нее отъезд в Советский Союз, когда это случилось, или там в оккупированную Германию, это было совсем не ее. Мы жили в Нью-Йорке в невероятно большой, красивой, богатой квартире. У нас на Новый год бывало сто человек, и, так сказать, место еще оставалось. Устраивались вечера. Мама у нее были бриллианты, и все такое прочее. Это откуда все такие богатства? Папа много зарабатывал, очень много зарабатывал. И вдруг все в одночасье изменилось, потому что началась холодная война, а папа к этому времени стал советским гражданином, благодаря тому, что Литва стала советской, а его отец был литовским гражданином. к этому времени, а был указ Верховного Совета СССР о том, что все латыши, литовцы или эстонцы, живущие за рубежом, и их взрослые дети, могут автоматически получить советский паспорт, о чем мой отец мечтал. И он его получил. Я могу потом продолжить эту историю, но только скажу, что его отца расстреляли немцы. Очень и маме. Можно прямо с этого многоточия, каким образом сложилась судьба вашего деда, который был в Литве? Дед мой, как и все литовцы, стал советским в тот момент, когда Литва стала частью Советского Союза благодаря договору Риббентроп-Молотов и тайным протоколам к этому договору. В сороковом году? Да, это было в сороковом. А в сорок третьем, когда продолжалось окончательное решение еврейского вопроса, его расстреляли как еврея. В постер еврейской фамилии, на этом закончилась вся его довольно интересная история. И вот этот аспект психологический, который произошел с вашей мамой в тот момент, когда после этой прекрасной квартиры в Нью-Йорке, вот этот момент. Значит, произошло следующее. Мой отец, получив советский паспорт, очень был этому рад, но когда после войны отношения между СССР и Соединенными Штатами стали резко портиться, после знаменитой речи Черчилля в Фултоне Миссури о железном занавесе, когда вот-вот должен был появиться Маккарти, хозяин вызвал моего отца и сказал, слушай, Владимир, я не могу тебя держать в этой должности, в качестве советского гражданина. Значит, брось это гражданство, мы тебе устроим американское и все будет прекрасно. Но мой отец был человеком убеждений и принципов, и он отказался. Он был уволен, и все. Его занесли в черные списки, работы никакой не было, мы выкатились из этой шикарной квартиры, которая была очень дорогостоящей. Значит, мои родители решили уехать во Францию, тем более, что папа не любил Америку. Он был, конечно, европейцем. Ну, а мама, ее страна, Франция, и она могла легко уехать. Я был вписан к ней в паспорт, но отец-то имел советское гражданство, значит, ему нужна была виза. Ему отказали. На него стукнули, что это красный, а во Франции в это время компартия была очень сильна, им не нужен был еще один коммунист, так сказать. Ему отказали, и все. Значит, во Францию нельзя, в Америке работы нет, а что делать? И в этот момент именно потому, что он сотрудничал, ему предлагают работу в такой конторе, она называлась, и, по-моему, она еще существует, слов экспортфильм. Контора была в Берлине, в отделении, а папа блестяще говорил по-немецки. И вот мы все уехали в Берлин. И с этого момента просто началась совершенно другая жизнь. То есть, это не то, что вторая глава, это какой-то даже не второй том, это просто совсем, это все сломалось. И для моей мамы тоже. Но для моей мамы был любимый человек, ее муж, и были любимые дети, мой брат и я, и все. И в этом был смысл ее жизни. Хотя, конечно, она очень страдала от изменения уровня жизни и окружения, но она никогда этого не показывала. Это поразительная ее твердость. Она никогда не жаловалась, и ты никогда не мог понять, что на самом деле она переживает. Она понимала, зачем это? Можно все принять, и уровень жизни, и все это по нашей истории, если ты понимаешь, зачем? Да, конечно, она понимала, вернее, так, она знала, почему это происходит. Она знала, что для отца это чрезвычайно важно. И этого ей было достаточно. Павел Исаевич, скажите, пожалуйста, вот потом, потом с вашим приездом в Советский Союз, с множеством причудливых перипетий, которые вас сопровождали, в какой-то момент у вас же наверняка должно было сформироваться, ну, если не подозрение, но, по крайней мере, ощущение, что статус вашего отца и степень свободы, в которой он существовал, как приехавший из иностранного, причем вражеского государства из Соединенных Штатов Америки, это все-таки связано с какой-то работой, сотрудничеством с Комитетом Государственной Безопасности. Или вы, или, может быть, были разговоры какие-то, где он вам мог это конкретно сформулировать, или до конца его дней вы не узнали об этом? Значит, он никогда ни одним намеком не давал мне понять, что он работал на советскую разведку, причем я до сих пор не знаю до конца, это было КГБ или это было ГРУ, хотя я думаю, что, скорее всего, это было КГБ, это первое. А второе, ведь поначалу я вообще не имел никакого представления, а не будем забывать, что, когда мы приехали в Советский Союз, папа не мог получить работу нигде. А мы жили в гостинице «Метрополь», у нас не было квартиры, естественно, и папу никуда не брали. Ведь он хотел гораздо раньше приехать. когда? Я имею в виду, когда мы были в Германии, он хотел из Берлина скорее приехать в Москву. А попали вы только в 52-м? Попали, значит, мы приехали туда в конце 48-го, в Берлин, почти в 49-м, а приехали в 52-м. Что происходило? Посол советский, Пушкин по фамилии, который очень ценил моего отца, прекрасно понимал, что будет с ним, если он вернется. Его расстреляют, как всегда это происходило с такими людьми. Но он не мог ему этого сказать, потому что он понимал, что папа не поверит. Потому что папа не верил. Слушайте, если папа бы думал, что террор этот и сталинский репрессия, это реальность, разве он привез бы свою семью? Ну, конечно же, нет. Он абсолютно не верил в это. Ну, так вот, значит, тот придумывал способ, чтобы папа не уезжал. Вы нужны здесь, надо восстанавливать для немцев их киноиндустрию, вы же патриоты. И папа оставался. Но когда я уже получил эти стат зрелости, и мне надо было учиться дальше, тут папа сказал, нет, все. И приехал. Ну, и приехал. Сталин-то еще был жив, работы нет в Москве, его никто не берет. Он поехал в Тбилиси в поисках работы, не получил, он поехал в Минск. Причем он был крупнейшим специалистом кино. Его и в Минске нет. И так круг сужался и сужался. Если бы отец народов не дал дуба тогда, когда он дал в марте 53-го, то я уверен, что арестовали бы отца. Слава тебе, Господи, так... Это же как раз разгар борьбы с космополитизмом. Так не случилось. Ну, ладно, все это кончилось. Меня не приняли в университет, потому что поздно, и потому что биография не та, и все такое прочее. Но я вообще не думал о том, мой отец работал, не работал. Это гораздо позже у меня возникло. Тогда нет, тогда вообще я не понимал, что, скажем, репатриантов никогда на советскую государственную работу не определяли. Но я же не знал этого ничего. Поэтому то, что его пригласили в Берлин, ну и что? Он же специалист, он же знаменитый в кино человек. Как сейчас называется специальность, которой ваш отец владел? Он вообще занимался, замечательное русское слово, дистрибутор. Значит, он отвечал за дистрибуцию, то есть, за распространение всех фильмов Метро Голденмайер на Европу и Латинскую Америку. Это гигантская работа совершенно. А начинал он как звукоинженер, когда кино только-только, вот в кино появился звук. Так, можно я закончу, еще раз вернусь к предыдущему вопросу. Состоялся у вас когда-либо разговор с отцом не состоялся? На эту тему. На эту тему никогда. Вот тогда еще психологически, как вы думаете, вот с тем, что произошло потом, когда он изобрел эту киностудию и сделал ее вместе с Чухраем, и в ту пору, причем с калибром картин, которые, там, «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал», и с итогом, который, в общем, был для него, как я понимаю, тяжелым психологическим ударом, очень тяжелым, да. с окончанием жизни этой студии и перенесением ее на часть... «Белый фарк». Да. Он хоть на какой-то момент разуверился в этих идеалах своей юности и в вере в советскую власть или продолжал так истово в нее верить? Не знаю. Он никогда не говорил на эту тему. Я его не спрашивал, потому что я боялся его ранить, и эту унес с собой в могилу. Возможно, он с кем-то говорил об этом, со своей сестрой Ту-Ту, младшая, которая жила всю жизнь в Париже, которую он обожал и которая обожала его. Я думаю, что с ней он говорил, может быть, с мамой, со мной никогда. Вообще, он был человек очень гордым и признаться, понимаете, признаться в том, что он сделал ошибку, то есть, в какой-то степени поломал жизнь и себе, и своей жене, а может быть, и своим детям признаться в этом, но это невозможно. Поэтому я никогда не спрашивал. Я знаю, что он очень глубоко пережил все это, но я рад, что он не увидел то, что потом было. Я имею в виду развал Советского Союза и так далее, то для него было бы просто вообще конец. Я хотела тот же вопрос, что Миша задать только чуть-чуть про раннее. Я хочу понять, мы знаем, что эмигранты не знали о том, что происходило, да и советские граждане не знали о том, что происходило в Советском Союзе, но все-таки, когда вы пересекли границу, и ваш отец, и вы, что для вас было удивительного в том мире, который вы застали в Москве. Вы знаете, что самое интересное было, что дядь мечтал приехать, мечтал, и вот мы приехали в Брест поездом, и я помню, первое мое впечатление на перроне, на перроне, стоят офицеры, большое количество, и какие-то у них звероватые лица. я помню, что какое-то чувство, что мне неуютно. Я себе уговариваю, ну ладно, что ты, глупости какие-то, ну очень сильно это я запомнил, поэтому я сейчас об этом, это первое впечатление, самое первое. Ну, а уж потом то, что было, ведь уже в 54-м году после смерти Сталина началась реабилитация людей, сидевших, и вернулся в Москву один из ближайших друзей моего отца, который 17 лет отбухал в ГУЛАГе, такой Иосиф Давидович Гордон, с которым он жил в одной квартире в Париже, когда он был молодым человеком. Вы знаете, что Иосиф Давидович Гордоне нам рассказывал только что Юрий Николаевич Арабов, что они жили в одной коммунальной квартире, и как именно про 17 лет, которые он просидевший, он занимался переводами с французского? Он нет, он работал в кино, он переводил с французского, подрабатывал, но он был блестящим совершенно монтажером и преподавал в Абгике, но это потом. так вот, папа потерял его след, естественно, и вот когда он вернулся, они случайно встретились, и как раз тогда папа вновь уезжал работать в Германию, а Иосиф Давидович и его жене, Нине Павловне, негде было жить, и папа сказал, так живите у нас, и заодно вы будете следить за нашим архаровцем, так сказать. И они переехали к нам, и вот я два с половиной года жил с ним, и уж, конечно, о лагерях и все такое прочее, потом все его друзья были оттуда, Алла Ефрон, дочь Цветаевой, ну и многие другие, вот это был мир, о котором я вообще ничего не знал, папа, конечно, тоже не знал, но узнал, и я никогда все-таки вот не спрашивал его, ну чего, куда-то ты приехал-то, а вот не умер бы наш усатый друг, что было бы-то? Ну, наверное, язык не поворачивался все-таки, тем более, что я собирался, я думал, что я уеду. После 57-го года, когда я две недели был с американской делегацией, я просто понял, что я хочу домой. Это на фестивале молодежи и студентов? Да, я хочу домой, не в политике дело, просто это все мое, а это не мое. Я сказал папе, знаешь, я хочу уехать. Ох, как он расферепел. Но мне сказал, ты попробуешь уехать, я сообщу об этом в КГБ, это он своему сыну. И произошел такой разрыв, который долго-долго длился между мной и отцом. И вот. Владимир Владимирович Познер в гостях в программе «Отцы и дети». Вернемся через пару минут. Добро пожаловать еще раз, кто к нам только что подключился. Это программа «Отцы и дети». И в гостях у нас Владимир Владимирович Познер. Мы говорим о временах возвращения в Советский Союз и о том, что происходило в головах свежеиспеченных репатриантов советским паспортом. Как вас принял... Сколько вам было лет, когда вы приехали? 18? Почти 19. 19. Что вас в бытовом отношении поразило в Советском Союзе? Вот в мелочах в жизни просто. Ой, много вещей. Во-первых, когда мы жили в Берлине и там были люди, которые работали в Советском Союзе в спортфильме с моим отцом, у них были были такие двухэтажные особняки, ну, в которых когда-то жили немцы, и у каждой семьи был этаж. Когда я приехал в Москву, я стал искать их, ну, и раньше вернулись. Одна семья жила в бараке. В бараке, где было, я не знаю, сколько семей, ну, ну, коридор, двери, общий туалет, и я просто вообще не мог понять, как это может быть такое, чтобы люди так жили, победители в войне. Вот уровень, вот бытовой уровень меня просто потряс, я помню это очень хорошо. И только потом я разговаривал с папиным таким другом, генерал, командовавший танковым корпусом Иосиф Иосифович Сладкевич, дважды еврей Советского Союза, который не выговаривал ни Л, ни Р, ни С, вот, который говорил мне Володя, дальше я не буду пытаться это, ты понимаешь, когда мы вошли в Германию и увидели, как немцы живут после пяти лет войны, когда мы увидели, что у них в подвалах висят сырые колбасы, что в каждом доме есть канализация, что в каждой квартире есть телефон, что они живут в конце войны лучше, чем мы жили до войны, я стал задаваться вопросом до генерал. вот это я тоже задавался вопросом, ну почему так живут, почему, и считают, что это нормально, вообще коммунальные квартиры, это ужас, если вдуматься, никакой приватности вообще, ты же не можешь выйти в трусах, например, это же очевидно, да, вообще, вот это вот, не очевидно для большого количества людей, населяющих нашу страну. Конечно, не очевидно, потому что, ну господи, если ты, слушайте, как говорит мой любимый Михаил Михайлович Живанецкий, кто не видел других туфель, наши туфли лучшие в мире, понимаете, но если ты увидел другие туфли, то ты быстро начинаешь понимать, какие твои туфли. В том-то и дело, что никто не видел, и вот многие люди, сидящие, сидевшие в вашем кресле, рассказывающие, рассказывавшие о детстве в коммунальной квартире, абсолютное счастье. Да. Абсолютное счастье. Да, да. Я даже знаю, слушайте, одна из моих тёч, я был женат не один раз, говорила о том, как ей плохо жить в отдельной квартире. Не с кем разговаривать, нет общения. Я говорю, и плюнуть в суп кому-то тоже нету, да, кому. Это ужас просто. Это жестоко. Вы практически русский до 19 лет не говорили по-русски. Нет, я начал говорить раньше, в Германии я стал учить, но так что, когда я приехал, я всё-таки говорил. Да, но забавно то, что вы вас корректировали, когда вы начинали учёбу здесь, в Советском Союзе, от каких-то, какие-то ошибки по-русски вы делали. Вопрос вот в чём. Делаете ли вы сейчас какие-то ошибки? Наверное, сейчас, если они есть, то вы хорошо запоминаете. И можно ли сейчас, как вы думаете, людям заподозрить вас, человека, для которого русский язык не был родным, не первый? Это просто вопрос о субъективном восприятии. Во-первых, вам виднее, делаю ли я ошибки. Вы же меня слышите. Нет, ну вот мы-то не встречали, но вы-то себя слушаете всё время. Думаю, что нет. Соленоид. Последняя была. Соленоид, да. Но иногда люди, знающие, что я учил язык уже будучи взрослым, говорят, вот интернационно не совсем так, как, ну, может быть. Мелодика. Но его знать, когда я куда-то езжу, никто ничего не знает. Кто не знает, то никогда и не подозревает ни о чём. Владимир Владимирович Познер в эфире нашей программы «Отцы и дети». Мы вернёмся к вам очень скоро, и я надеюсь, что ни один человек не отключится в этот промежуток времени. Ещё раз добрый вечер всем слушателям «Серебряного дождя». Мы ведём с Фёклой программу «Отцы и дети». И опять-таки с удовольствием подчёркиваем, что у нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Познер. Скажите, пожалуйста, я очень внимательно слежу за характеристиками, за вашим мнением о тех эпохах, через которые проходила Россия, тех сложных взаимоотношениях с внешним миром. Как раз сейчас ехали с Фёклой сюда и говорили о, например, всех приключениях, связанных с космополитизмом, как причудливо через какие эпохи мы проходим. Но вот на разных стадиях вашей жизни вы выступали ярким адвокатом СССР, а затем и России. Несмотря на то, что жизнь вас, и вы повторяли это, неоднократно учила, что лучше относиться к любой власти с недоверием. Какое обоснование вы каждый раз находили для того, чтобы для мирового зрителя, для мировой аудитории защищать страну? Ну, во-первых, я верил. Немаловажный момент, это то, что это результат работы моего отца, его воспитания. Я верил в то, что всё-таки идея социализма это самая замечательная идея, и что Советский Союз при всех проблемах, которые есть, пытается эту идею воплотить. И поэтому можно простить какие-то вещи, тем более после разоблачения культа личности Сталина Хрущёвым, возвращения этих безвинных людей, появилась какая-то даже уверенность, что теперь всё будет хорошо. Уверенность, которая была характерна для так называемых шестидесятников. И я считал важным, если я могу доносить до моего основного контингента, что ли, то есть до американцев в первую очередь, правду об этой стране. Да, много проблем, да, есть ужасные вещи, но, но, и я это показывал на примере конкретных людей, как государства заботиться о них, как нельзя тебя уволить с работы в этой стране, как ты не можешь оказаться на улице бездомным в этой стране, и много-много всякого другого. Я защищал, то есть я был пропагандистом, о чём я откровенно говорил не раз, и о чём я сожалею, но это было. А как вы, простите, если прерываю, в тот момент, когда вы работали, насколько это было для вас естественно? Естественно. Это было для меня естественно, я хотел это делать. Поначалу я работал в печати, в журнале Soviet Life, который издавался правительством СССР по обмену на журнал Америка, издававшимся правительством США, потом я работал в журнале Спутник, и, кстати, в эти годы, вообще-то говоря, и особенно работая во внешнеполитической пропаганде, можно было много чего говорить. Это было довольно свободно. А это только после Хрущева и при укреплении Брежневского времени, когда это стало все труднее. Конечно, были вещи, о которых я не хотел думать. Ну, просто вот нет и все, не желаю. Ну, наверное, это закончилось Прагой 1968 годом, введением наших танков, когда образовалась первая глубокая трещина у меня, и как я не старался эту трещину каким-то образом замазать, не получалось, и она все больше и больше росла, и в конце концов, я ведь из этой работы ушел, когда я просто понял, что я больше не могу, что я занимаюсь, что я лгу. Я говорю, ну, полуправду, что то же самое, что неправда. А ваш отец как на Прагу отреагировал? Мой отец на Прагу как отреагировал? Ну, он отреагировал так, как праведный советский человек бы отреагировал. Что это надо было, что это, ну, в общем, это все этот набор, я его знаю наизусть. Ну, вот, и, собственно говоря, пройдя через, вы знаете, вот, нет худа без добра только в одном смысле, что именно потому, что я прошел через эту пропагандистскую штуку и получил полное отвращение к этому, я смог себе поклясться в том, что я больше никогда не стану членом никакой партии, что я не буду работать ни на какое государство, что я не буду работать ни на какое правительство, и что я не буду служить вообще. Я буду независимым, и я буду журналистом до тех пор, пока я смогу им быть, а я не смогу им быть, значит, я не буду этим заниматься. Извините, но когда вы обосновывали и оправдывали введение наших войск в Афганистан, это было уже много лет спустя, вам все было понятно? а тут вы ошибаетесь, я даже более того сказал в интервью американцам, что, скорее всего, мы об этом будем сожалеть, за что меня уволят. Я не нашел точную цитату, я нашел общий этот факт в вашей биографии, значит, это прямо противоположно. Это совершенно не так. Хорошо. Я пытался оправдать Прагу, но не Афганистан. Да, давай. Один секунду у нас. Владимир Владимирович, насколько мы так подробно, я, во всяком случае, со своей стороны говорю, задаем вам вопросы о ваших политических взглядах, о мировоззрении, потому что это было важным двигателем в судьбе вашего отца и вашей, конечно. Это не так, как и не во всякой судьбе, это такое принципиально. Безусловно. Я хочу понять, насколько вы считаете путь, пройденный вами, в смысле ваших убеждений, мировоззрений, вот соответствует, как бы, похож на путь, пройденный страной за эти годы. Я имею в виду мировоззрение. Ну ведь, посмотрите, я же, в этом смысле, я же не свой. Я же не здесь вырос. Но вы не всегда были поперек. Нет, ну я все равно не свой. Понимаете, можно быть американцем, который симпатизирует Россию или Советскому Союзу, но он из этого не делается советским или российским. То есть, понимаете, я-то симпатизировал издалека, но если бы ведь, если бы моему отцу не отказали в визе во Францию, я бы никогда и не приехал. Хотя я симпатизировал бы до определенного момента, когда, может быть, перестал бы. Это все-таки совсем другое. мой путь никак не отражает, не является частью пути страны до того момента, когда я не приезжаю. И приезжаю вот соответствующим образом в декабре 52-го года. Я вот с тех пор имею в виду. А с тех пор меня страна так и не принимает. Она все время дает мне понять, что ты, конечно, хороший парень, но не наш. Поэтому ты работаешь во внешнеполитической пропаганде. А ты не будешь печататься в наших газетах, в наших журналах. Ты не появишься на нашем телевидении. Ты можешь появиться на американском. Это другое дело в качестве пропагандиста нашего. То есть мне всегда давали понять, так или иначе, что ты и наш, да не совсем. Поэтому вопрос-то он интересный. Я могу только ответить, что мой путь это мой путь. И он, на мой взгляд, вообще не отражает. Он не является, ну, как бы сказать, отражением пути страны. Не является. И сегодня не является. Хотя сегодня все еще напоминают, что вы не свой. Ваш путь интересен тем, что он выбран осознанно. Все, кто здесь жили, они в этом, это жили, в них не было другого пути. Вы выбрали быть советским человеком, но вы были членом партии, вы были, вы были, как это называется, не парторгом, а как это называется? Секретарем партийной организации. Секретарем партийной организации. Я уверена, что вы сделали это с гораздо больше осознанностью, чем люди, которые вступали просто. Я очень серьезно к этому относился. И потом поменяли свои взгляды. Поэтому я говорю, что мне кажется, что ваша линия мировоззрение, она похожа на то, что проходила страна. Я потерпел крах в своем мировоззрении. Понимаете, я потерпел крах. И я об этом написал книгу, которая называется «Прощание с иллюзиями». Это было очень тяжело. Вообще, когда ты сильно во что-то веришь, и потом ты начинаешь понимать, что эта вера, мало того, что ты веришь, но ты все делаешь для этой веры. И потом оказывается, что это все было фуфло, что это было неправда, и что ты, может быть, того не понимая, но тем не менее занимался неблаговидным делом, и ты должен это признаться себе. И при этом утром, когда ты бреешься не плюнуть в это отражение, это непростое дело. Так что я потерпел крах. И это, еще раз говорю, что отчасти хорошо, по крайней мере для меня, что именно это позволило мне занять очень жесткую позицию, которую я занимаюсь сегодня, когда я категорически отказываюсь быть причисленным к оппозиционерам, к правительственным, вообще сам по себе. И никому, и не туда, и не сюда. А иметь свою линию. Недавно я смотрел дебаты, которые происходили в Канаде. Вот. Это было завораживающее и увлекательнейшее зрелище. Я напомню, может быть, наши слушатели не видели это, можно найти в интернете. Это была битва пара на пару. С одной стороны, вы и, я не помню точно, Коэн. Да, Стивен Коэн. И с другой стороны, Гарри Каспаров. И вот эта потрясающая... Эн Эпплбаум. Да, очень известная журналистка. Я видел ее... И повод для этой битвы был такой, что разумнее и правильнее для западного мира. Не так был поставлен вопрос. Были официальные дебаты. Тема такая. Запад должен взаимодействовать с Россией. Да? Или нет? Вот так ставился вы. Да. Я хотел это сформулировать как сотрудник. Ну, именно я вам говорю как точно. Точно, да. Вы были за. Да. Причем не за Россией. Я говорил, я приехал сюда... Вы предваряете прямо мой вопрос, потому что я... Я хочу все-таки сформулировать вопрос. Для меня это произвело, на меня это произвело впечатление, что несмотря на то положение, которое вы только что писали, в котором вы сейчас здесь, несмотря на этот крах мировоззрения, который у вас был, вы сегодня все равно, в общем, защищаете страну перед вашей аудиторией. Это вы не поняли. Я начал свое выступление со слов. Я приехал не для того, чтобы представить точку зрения России. Я приехал для того, чтобы поставить вопрос. Выгодно ли Западу или невыгодно Западу взаимодействовать с Россией? С моей точки зрения, выгодно. Изоляция окажется отрицательной для Запада, а не положительной. Вопрос не в России, потому что речь не об этом, а о том, Западу следует или не следует. Западу следует изолировать Россию? Не взаимодействовать? Или взаимодействовать? И мое убеждение, и сейчас, сидя здесь, конечно, взаимодействовать. Потому что если изолировать, то это будет на руку самым реакционным, самым националистическим, самым антизападным силам, которые есть в России. Но это их мало волнует. Но я им говорю, ну вы понимаете, последствия будут для вас не очень хорошими. Поэтому этого делать не следует. Надо как можно больше взаимодействовать с Россией. Это не значит уступать, но это значит не упускать. Вот была моя точка зрения. И, кстати, точка зрения Стивена Ковена тоже. Владимир Владимирович, вот я слышала часто от своих родственников, например, эмигрантов, которые говорили, и вы сейчас тоже немножко это сказали, что и здесь не свой, и там совсем не свой. А вот это такая, как сейчас говорится, мультикультурность. То, что у вас есть разные национальности, разные крови в вас. Если взвешивать на весах, она больше вас обогатила или создала проблем именно потому, что вы нигде не свой? И то, и другое. Обогатила и создала и создает проблемы, конечно. Но если бы вы могли и не быть эмигрантом, вы бы предпочли прожить жизнь в одной стране? Вот это очень трудный вопрос, потому что я не знаю, какой была бы эта жизнь. Поэтому, знаете, ответ он какой-то никакой. Но все-таки я считаю, что мне необыкновенно повезло. Я столько увидел и такое количество людей, и столько имел возможностей разных, что, ну, очень везучий оказался человеком. Очень везучим. Я в одном из мест прочитал, что, по-моему, ваша вторая супруга отмечала, что вы меняетесь в зависимости от того, на каком языке ведете общение. Что это выражается даже в жестикуляции, в темпераменте. Какие изменения? То есть, какие черты в вас выходят наружу, когда вы говорите по-французски, какие по-английски, какие по-русски? Вы когда-нибудь даете отчет? Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Я всегда говорю, вы знаете, я не мог бы быть разведчиком, потому что разные женщины говорили мне, что ночью, когда я сплю, я иногда говорю на разных языках. Знаете? Вся правда всплывает к полуночи. А каков я, говоря по-английски, я знаю, что я другой. Язык диктует определенные вещи, несомненно. Но какой, как это описать, я не знаю. Мне кажется, я слышал вас на двух языках, на русском и на английском. Никогда не слышал на французском. У меня такое ощущение, что английский язык делает вас мягче в целом. Вот по ощущению. Не могу ничего сказать. Ну, может быть, потому что я самые острые ваши диалоги видел по телевизору, по-русски именно. Возможно. Может быть, из-за этого. Возможно. Да. Я просто замечаю по себе, у меня английский язык там с 7-летнего возраста, конечно, не в языковой среде, но я начинаю думать по-английски, когда нахожусь долго в англоязычной стране. И по диалогу это тоже, в общем, наверняка это чувствуется. Мелодика русского языка, мне кажется, жёстче, чем мелодика, например, английского языка. И, может быть, за счёт особенностей произношения рельских, там, буквы «р», хотя в английском тоже есть диалекты, в котором тоже «р». Не берусь сказать. Я ещё хотел спросить вас, насколько свойственно для вас хулиганство, потому что пару эпизодов хулиганских ваших, я помню. Ты про Самуэла Яковлевича вспоминаешь, Маршака? Или про государственную туру? Не, ну, вообще-то я очень, и в детстве, и в юности, я был очень, меня, в общем, таскали к директору школы, ну, а здесь я попадал в милицию даже, так что. Расскажите, пожалуйста, про Маршака, вот этот вот эпизод, потому что он меня поразил абсолютно. Или не хотите? Ну, я работал с... Вообще, мне опять невероятно повезло, что мои переводы, черновики попали к Самуэлу Яковлевичу, и мне позвонила его экономка такая, Розалия Ивановна, немка из Риги, с ужасным характером, с крепучим голосом, и сказала, что Самуэл Яковлевич хочет со мной повидаться, и Господь Бог бы мне позвонил. Я примчался к нему, и он мне сказал, что у меня есть некоторые способности, но нет умения, и если я хочу, вот если я буду у него работать литературным секретарем, то бишь писарем отвечать на письма, то он вот со мной поработает. И, короче говоря, я поработал у него таким образом два года, а к концу второго года он некоторые мои переводы одобрил, сказал, что это можно печатать, и что он готов мне помочь. Ну, я человек гордый, я говорю, нет, я сам. Это было четыре перевода из английской поэзии, из моего любимого Джона Дана и Уильяма Блейка. Вот. Ну, я же хитрый еще гад, к тому же. Я взял четыре его перевода, но только не Бернс, которого все знают, а такие, там где-то Киплин, где-то еще что-то. Короче, получилось, что у меня восемь переводов. И пришло в журнал «Новый мир», заведовала делом поэзии такая Софья Караганова, и я сказал, что вот я, и она сказала, да ну что вы, это неинтересно, и вообще мы не, мы же современные, в чем тут это вот, я говорю, ну может вы хоть посмотрите, она говорит, ну оставьте, приходите через неделю. Я через неделю пришел, я сказал, ну как, она говорит, знаете, нет, это вообще серые переводы, слабые. Я говорю, все? А что она сказала? Да, все. Я говорю, ну спасибо вам огромное. Тут она несколько удивилась, говорит, а за что спасибо? Я говорю, ну понимаете, вот это, это, и это, это мои переводы, а вот это, и это, это самая, маршак, и то, что вы не смогли отличить, для меня это большой праздник. Ну скандал был, конечно, несусветный, и позвонили маршаку, ну и конечно, он начал на меня топать, что вы борчук, и как вы смеете, а потом он начал хохотать, потому что понятно, что Софья Караганова понимала в поэзии, как свинья в апельстинах, и поэтому вот так вот вышло. Это, конечно, было хулиганство, что и говорить. Владимир Владимирович, как вы знакомились с русской литературой? Было ли это уже в России? Имел ли какое-то влияние на это маршак, его круг? Вы знаете, я первый раз читал русскую литературу в переводе. Например, что? Я читал «Хождение по мукам», по-английски, естественно. Я читал «Жил да был крокодил» по-английски. Это как? Можно услышать, как «Жил да был крокодил» по-английски? Не помню. А я читал «Стальную блоху», это Лесков, просто «Блоха», там «Стальная блоха» называлась по-английски. По-моему, примерно всё. А Набокова вы не читали? Нет, тогда нет, я был слишком молод для Набокова. А потом уже, когда уже я стал учить русский язык, я помню, очень сильно заболел, у меня была очень в тяжёлой форме ангина, что в Германии было. Я уже как-то начал по-русски понимать. И папа мне читал Тараса Бульбу. Я прям обожал это. Я помню. А знаете, ведь когда нет телевизора, то ты сам в голове-то ты всё видишь. Я видел, как Тарас выглядит. Вот, всё это. В общем, это было первое знакомство. А потом он читал мне Пушкина. И я увлёкся. И если вы хотите, ну просто для этого вам нужно больше времени, я могу вам Евгения Онегина целиком прочитать. Все 10 глав. И не только. Я просто Пушкина нежно люблю. Нежно. Это, я понимаю, что это был сложный человек. Вот уж кто хулиган-то, кстати говоря, был. Ну это величайший поэт. Ну в общем, Пушкин. Но он, конечно, маршак. Значит, я сдавал это на эти 100 зрелости. Поэтому я читал всякую Билиберду, Псимент Гладкова, Танкер Дербент, какого-то Юрия Крымова, Железный поток Серафимовича. Бред какой-то абсолютный. Но вместе с тем Маяковского, в которого я просто влюбился, это же ведь ну такой великий-великий человек. И так постепенно, но когда ты сдаёшь это всё, надо быстро выучивать и запоминать. А маршак-то каждый день со мной говорил о русской литературе. Скажем, причём как говорил, он обожал Твардовского, считал его великим поэтом. Он говорит, Владимир Владимирович, ведь интеллигент русский, он понимает, что он же может мне сказать Володя, что я что, всё мы ему скажу, значит, Владимир Владимирович «вы». Так вот, он говорит, послушайте строчку, или как это описано, работает ко мне плечом. Видите образ, человек работает плечом, понимаете, сочность, вот это вы, такие вот вещи, и он, конечно, мне рассказывал о писателях, как будто он их лично очень хорошо знал. Я совершенно заново постиг это всё. И я и сейчас перечитываю, часто недавно сидел с Пушкиным, нам было очень хорошо вдвоём, а год назад или два перечитал «Братьев Карамазовых», ну и просто поразился. Потому что я первый раз прочитал, мне было лет 25, и сегодня уже я понимал, что тогда я ничего не понимал. Ну, это вообще масштаб вот этой литературы. Я-то считаю, что русская литература не имеет себе равного. Я очень люблю английскую, она замечательная. Ну, Шекспира отнесём отдельно, но и поэты потрясающие, ведь Пушкин часто подражал Байрону, это без сомнений, и сам Пушкин в этом признавался. Но всё-таки русская литература по глубине, по ощущению того, кто мы есть, по пониманию вот этой сути человеческой, это поразительная вещь. Лучше обо мне с этим, со мной об этом не говорить, потому что я могу до утра вообще. Одну вещь только хотел уточнить, независимо от страны происхождения писателей, кто был для вас героем литературным? Д'Артаньян. Д'Артаньян, да? «Быть мужчиной». Вообще-то это великий роман, и я и сейчас обожаю, иногда перечитываю. Мне почему-то «Портос» нравился больше всего. Да ну «Атос», он голубой очень, и не в сегодняшнем смысле. Он слишком такой хороший, прозрачный. Он отстранённый, красивый, мизантроп, романтик. Да, в нём нет порока. Ну, «Портос», конечно, симпатичный, малый. Наш друг Рамис, ну, хитро, сейчас нельзя говорить. А вот Д'Артаньян, ну что вы, это просто... И когда мне исполнилось 80 лет, значит, год чем-то тому назад, мне друзья подарили «Трёх мушкатёров» первое издание. Ух ты! Обалдеть! Это я просто был счастлив, меня не интересуют, ну, старые книги, просто уж они старые, но это особо статья. Да, Д'Артаньян. Скажите, пожалуйста, вы... А, не хватает времени. Мы через несколько минут вернёмся. Вернёмся к вам у нас Владимир Владимирович Познер, для которого герой, как я понимаю, был и остаётся Д'Артаньян. Приветствую всех, кто в данный момент слушает «Серебряный дождь», отцы и дети в студии Владимира Владимирович Познер. Вы остановились на Д'Артаньяне, о котором вы с такой страстью говорите. Я хотела узнать, читаете ли вы эту книжку с вашими внуками, например? Значит, я читал эту книгу моему, ну, скажем так, приёмному сыну, Петю Орлову, когда ему было 5 лет, и он не хотел ничего читать, кроме книжки, которая называлась «Мальчик и танк». Это та ещё была литература. А мне хотелось, чтобы он читал. Я начал ему читать, значит, один вечер перед сном, потом второй, третий, а на четвёртый я ему говорю, Петя, я сегодня не могу, я занят, давай я завтра. Он сказал, хорошо, завтра я тоже не смог, а послезавтра он сам взял книгу и начал читать. Отлично. А потом он мне, мы уже, мы эту книгу знаем наизусть, но он был маленький тогда, я говорю, ну и что было? Он говорит, а значит дальше было так, гн-детреви, потому что написано г-н, значит гн-детреви и так далее. Короче говоря, да, читаю, конечно, конечно, да. А что с внуками читаете всё-таки? Ну, вы знаете... Есть ли сейчас вот эта традиция, как вы говорите, вам отец читал Пушкина? К сожалению, так получилось, что ведь моя дочь уехала в другую страну, в Германию, и значит, мой внук родился там, и я его не вижу, так часто, чтобы ему читать, ему уже 20 лет. Ах, вот как! Да. У меня родился правнук, вот, который пока ещё не воспринимает чтение, а поэтому нет, этой традиции нет. Вот дочери своей читал, а уже им нет. Гастрономический вопрос, если позволите, гастрономический. Да. Что в память врезалось из самых искусных блюд вашей мамы, и я знаю, что некоторые из этих блюд вы сами научились готовить и готовите по сей день. Да. Так вот, жемчужины в кухне Познеров из детства. Ну, вот наши жемчужины, это неправильная вещь, и никто жемчужин не ест, это невкусно. Значит, во-первых, есть одна кухня, нет, есть две великие кухни в мире, французская и китайская. Всё остальное там бывает, хорошее и так далее. Ох, сейчас больше половины земного шара бы сильно поспорила с вами. Да, и это меня мало волнует. И потом так, есть французское вино и всё остальное. Это такое, это просто даже странно. Меня иногда спрашивают, а вот французы, они считают, что они лучше других? Я говорю, нет, они просто знают это, и поэтому спорить с вами не будут. То же самое кухня и то же самое вино. Мама моя замечательно готовила. По-французски говорят так, что значит кухне готовить можно научиться, а делать мясо с этим рождаются. Значит, этому нельзя научиться. К счастью, я с этим родился, как и мой брат, между прочим. Видно, это получили от мамы. Мы готовим, и я очень люблю готовить. Значит, для меня любимое блюдо было жиго даньо. по-русски это звучит, как баранья нога. Это не очень романтично. Все-таки жиго даньо звучит иначе. И мусо шоколад. Сейчас, можно жиго даньо описать, что это за блюдо? Это запечённое? Я сказал баранья нога. Нет, я понимаю, но как это готовится? Это имеется в виду в фольге в печи? Боже упаси, какая фольга. Нет, нет, это прямо в духовке. На открытом огне? Нет, в духовке. В духовке? В духовке это готовится. Шпигуется чесноком. Значит, ну, ставится в печку, ну, в духовку при температуре порядка 220 градусов. Выдерживается так минут 10, потом снижается до примерно на 118, внизу до примерно 118, 16,5. Внизу стоит противень с водой, чтобы паром это обдавалось, а потом каждые 15 минут поливается вот эта вот баранья ножка, ну, и приговариваются волшебные слова, которые я вам, увы, не могу, не солится никогда, только потом, потому что, если вы солите мясо, сразу это выдаётся сок, который потом пропадает, и мясо будет сухим, ну, вот, и в зависимости от веса, соответственно, если это фунт, это 15 минут, так, чтобы внутри было розовое, а снаружи уже, так сказать, более такое, вот, и мусс-шоколай, это шоколадный мусс, десерт, но это делается 24 часа, это долгая история, я не буду вам наедать с этим. Вы это сказали, что в фунтах мерили, это просто как будто из малаховец, или очевидно, что не из магазина, пятёрочка или копейка вы берёте продукты. И даже не из книги о вкусной и здоровой дни, из «Сталинского времени», Анастаса Микояна. Владимир Владимирович, а что у вас, есть же какие-то национальные черты, я имею в виду характер, что у вас французского? Я думаю, что во мне французского вот это вот «art de vivre», искусство жить, желание получать максимум каждый день от еды, от общения, от чтения, от всего. Вот это очень, конечно, французская черта. Я вообще экзистенциалист. Я понимаю, что вот я сейчас выйду, и меня может сбить машина, и всё, и закончилось. И поэтому я никогда не откладываю. Если я могу сегодня это сделать, я сделаю сегодня. Жизнь слишком уж в этом смысле непрогнозируемая. Это, наверное, вот это. Что касается, что во мне американского, то мне кажется, что жажда работы. Я вообще трудоголик. Я очень много работаю. Получает это в удовольствие французское. Так что я думаю так. А русского ничего. Ну ладно. Как это ничего? Клянусь. Ну ладно. Ну нет во мне. Русский характер, я его довольно хорошо знаю, но нет. Нет. Потому что ваши друзья... Как вы здесь живёте 60 лет? Ваши друзья не подмечают вас какие-то... Между прочим, что вы? Ваши друзья за рубежом, общаясь с вами годами, не подмечают вас какие-то черты, обозначающие, хотя бы фиксирующие то, что вы здесь проводите столько времени? Ну я вам скажу, некоторые американские мои друзья, наиболее умные, а их немного, говорят... Это понравится некоторая часть аудитории. Ну я, значит, хочу сразу раскроить вас, и здесь их не больше. Значит, они замечают во мне иногда склонность как это называется у интеллигенции? Как это? Рефлексии? Рефлексии, да. Рефлексии. А, ну видно, русский. Вот. Это вот... Ну я не считаю, что это русская черта, но тем не менее это во мне есть. Что-то как-то подумать о жизни, мне кажется, это не только русским свойственно. Русским ещё немножко пострадать по этому поводу. Но, понимаете, я, значит, ну во мне есть еврейское, хочу я того или нет от моего отца, и я крещён в католической вере. Сочетание католик-еврей это как раз чувство вины, ну просто чрезвычайно усиливает. Понимаете, и те греховные, а уж евреи тем более переживают свою вину, за что, так сказать, они сотворили. И поэтому во мне вот это очень сидит. Вы простите, что мы перешли на вопрос национальности, но разве вы не чувствуете себя человеком русской культуры? Нет. Я обожаю русскую культуру, но человеком русской культуры я не являюсь. Это же разные вещи. Можно чувствовать себя человеком русской культуры, не будучи очень сильно культурным. Нет, но я когда говорю человек русской культуры, не в смысле, что я культурный деятель, не знаю, маршак или... Но меня не родила русская культура, не она меня создала. Я уже был весь сделан. к тому моменту. А кто вас сделал? И много ли в вашей жизни вот селф-мейдж? Моя мама меня сделала прежде всего. Я очень на нее похож. Вы можете выделить какие-то вещи, которые она осознанно, специально делала в вашем испытании? Осознанно, специально не могу сказать. Мне кажется, что вообще пример родительский является самым сильным. И ее пример, видимо, для меня сыграл вот такую как бы сказал Михаил Сергеевич Горбачев судьбоносную роль. Ведь вот вам может быть кажется, что я очень открытый человек. Я совершенно закрытый. Я рассказываю только то, что я хочу рассказывать и не впускаю никого туда, внутрь. Я довольно на самом деле сдержанный человек. Это все мамина. И во мне гораздо больше французского в этом смысле, чем русского. Мне не свойственно вот эти взлеты, падения настроений, желание набить морду, выпить как следует, иметь вот тот литературный дар, который, конечно, у русских есть. Невероятное умение говорить порой, то, что я называю серебряный язык, это вот нет, ну что же я могу сделать? Я очень хотел быть русским. Я мечтал вот об этом много, когда мы ехали сюда, вот быть русским. Я очень старался. Вот выучил язык так, чтобы вот и все. Но в один прекрасный день я просто понял, ну нет, ну и не хорошо, и не плохо. Ну вот так вот сложилось. Но не русский, ну. При этом я очень люблю страну и лишу себя надежды, что помогаю ей, пытаюсь что-то делать, чтобы люди думали определенным образом, чтобы вот я не допускаю, когда мне вдруг говорят, ой, я так хорошо отдохнул в прошлом году, там не было ни одного русского. Я говорю, а вы-то сами такого, не русский что ли? Я вообще не на шо. Я не знаю ни одной страны, где люди, живущие в ней, так бы поносили свою страну и своих людей. Правда, тут же, конечно, если задеть по-другому, они превратятся в таких квасных патриотов, от которого тошнит. Но это же поразительная вещь. Вот чтобы француз сказал, и знаете, я так прекрасно отдохнул, там не было французов, но это вот быть не может такого. Ну, я справедливости ради, хочу отметить, общаясь во времена колледжной юности с профессорско-академическим составом в Америке, нашего колледжа, они очень скептически относятся к общекультурному, относились к общекультурному уровню в Америке. Вы говорите о разных вещах. И когда они отдыхали, они ездили, например, во-первых, никто из американцев практически не путешествует по миру, поскольку они редко выезжают вообще. Но кроме этого, они с удовольствием рассказывали о своих путешествиях, которых они были сами по себе, и слава богу, никаких американцев, которые щелкали фотоаппаратами и задавали глупые вопросы, мы говорим о разных вещах все-таки. Я еще раз говорю, что найти американца, который публично в Америке, в своем кругу, скажет, ух, я так хорошо отдохнул там-то, потому что не было там ни одного американца, ну вот надо поискать. И он получит, естественно, полный привет. А здесь это особенно у интеллигенции. Это очень принято. Меня это поражает. Я говорю, что вы не любите свою страну, не любите своих людей, но объясните мне, почему вы так говорите? А вы сами-то кто? Не, ну мы-то другие. То есть мы не те же. Ну очень часто, ну просто потому, что выезжающие за рубеж часто ведут себя, и может быть, и я так себя веду, ну как-то выделяются. Но я понимаю, о чем вы говорите. Я хотела вас спросить, в общем, отчасти вы начали эту тему, когда говорили о дебатах, которые вы вели в Канаде, об отношениях... Это не я говорил, это Михаил. Ну да, ну вы обсуждали эту тему. Да. Вы говорили о том, что выступали с точки зрения позиции Запада, нужно ли не нужно сотрудничать с Россией. Да, да, но это и была тема. Да, да, да. А я хотела другое спросить. У вас огромный опыт, вы все время были послом с русской советской культурой, там, ну в смысле, или там, когда работали на инновещании, вы все время в этом... Варился, да. В этом варитесь наша страна и другой мир. Да, да. А сейчас идет такой процесс изоляции. Да. А вот как вам кажется, в чем... Там, бесконечная открытость тоже невозможна. Вот как вам кажется, ну в том смысле, что говорить, все на Западе там хорошее, а у нас все плохое. Нет, конечно. Как вам кажется, где вот было бы разумно проводить эту грань между тем, что не терять чувство собственного достоинства национального, но при этом не допускать вот этих каких-то абсурдных вещей, закрывающих нашу страну от другого мира, как, не знаю, там, демонстрация около офиса РБК против того, что гендиректор иностранец или увольнение проректора Нижегородского университета, потому что он американец. Это просто до абсурда все доходит. К чему это все ведет и можно ли этому противостоять, как с этим быть? Ну, мы с вами можем противостоять только своей позиции, то есть говорить и убеждать. У нас ведь другого пути нет. Мы проходим через очень тяжелый этап. Этот этап, я его называю время жабы. В Древнем Риме была такая традиция, что когда очень плохо и противно, говорят, съешь живую жабу и покажется, что все не так плохо. Значит, у нас сейчас это время, оно очень противное. Это время довольно темное, реакционное, националистическое и шовинистическое, имеющее объяснение. Это не на пустом месте произошло, не только Россия в этом виновата. Потери империи, потери чувства своего величия, потери чувства того, что тебя уважают, ощущение, что ты уже никто, что твоей страной пренебрегают. Все это играет определенным образом. Я параллели не провожу, но в Германии после Первой мировой войны и Версальского договора там тоже это и это привело к появлению Гитлера, а не что-нибудь другое. Опять, без параллелей, но просто как пример. Это, да, это тяжелое время, но, к сожалению, и с той стороны это их вполне устраивает. Есть только немногие люди, которые пытаются что-то с этим делать. На самом деле есть реальная борьба. Она заключается в том, что мои американские друзья страна, которую я очень люблю, но после исчезновения Советского Союза решили так, что есть одна сверхдержава и весь мир должен более-не-менее танцевать под ее музыку, потому что она одна и она не допустит появления второй. И есть вот эта страна, Россия, которая, конечно, не сверхдержава, но которая, тем не менее, имеет некоторую память о своем величии и которая говорит, нет, мы не считаем так, мир многополярный, и поэтому ни под какую музыку мы танцевать не будем. И вот здесь есть противостояние, очень серьезное. Украина это лишь отражение этого противостояния. Что будет, я не знаю, но я всегда говорю так, во-первых, как было написано на кольце у Соломона, и это пройдет, и во-вторых, темнее всего бывает перед рассветом. Так что в этом смысле я оптимист. И еще мой не друг, но Шимон Перес как-то сказал мне, вы знаете, пессимист и оптимист разница вот в чем, пессимист и оптимист умирают одинаково, но живут по-разному. Владимир Владимирович Познер в эфире цикла «Отцы и дети». У нас будет еще несколько минут, чтобы поговорить. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Добро пожаловать на «Серебряный дождь». У нас в студии еще остается несколько драгоценных минут с нашим гостем Владимиром Владимировичем Познером. Владимир Владимирович, мы всем нашим гостям задаем один и тот же вопрос, как и в одной и другой программе тоже цикл вопросов. Так вот, вопрос у нас такой, как вы думаете, когда было легче расти, когда вы росли в эпоху вашего детства, когда в тот период, который пришелся на взросление ваших детей и всего сегодняшнем дне, то есть ваших, например, внуков, когда легче, когда сложнее было, с чем это связано, то есть вот еще один аспект этого, когда легче было разобраться, что хорошо, что плохо. В какой стране? Это зависит от страны? Вы первый гость, который задали, первый уточняющий вопрос именно такой. Это одновременно ответ. Это значит, что это зависит от страны? Конечно. От окружения, в котором ты растешь. Конечно. Да. В данном случае мы каждый раз, практически каждый раз выходит, что мы задаем вопрос, конечно, про страну, про Россию, но, безусловно, человеку моего возраста проще было, когда я рос, потому что была полная ясность, неправильная, но полная, никаких сомнений, красные, белые, все, и я думаю, что нынешним труднее всего, труднее всего, когда нет идеалов вообще, и непонятно все, для чего, кроме денег, а вот ничего. Неужели вы думаете, что, ну, то есть, я тоже периодически впадаю в такой же, в общем, пессимизм, что нет никаких идеалов, но потом жизнь вдруг каким-то образом сталкивает меня, там, вот, например, с каким-нибудь проектом, в котором записывается, там, 45 волонтеров из современного журфака, и они оказываются прекрасными, открытыми, чистыми людьми. А кто спорит? Очень хорошие люди. Это все так. И они жаждут, чтобы что-то было, но его нету. Ведь хочется гордиться своей страной. Хочется гордиться тем, что, вот, смотрите, как у нас замечательно, как французы, хотя и ругают свои, или вот Израиля. Ну, поезжайте, поговорите с ними, они собой, между собой ругаются, ужасно, но если только ты будешь говорить о стране, глаза горят, счастье, какая у нас прекрасная страна. Так вот, в России-то с этим сложно. Но это они будут говорить иностранцы. Это Пушкин еще говорил, что я сам, прошу прощения, не помню точно цитату, я сам буду ругать, но как только любой иностранец. Именно, именно. Это всегда так? Это всегда так? Пушкин в отношении России это говорил. Тут надо быть очень осторожным, если вы возьмете вот таких крупных деятелей, не деятелей, а гениев, то, скажем, в Америке, в Англии, во Франции вы гораздо меньше найдете людей, которые могли бы написать прощание, мытая Россия или такого рода вещи. Понимаете, все-таки Россия всегда была репрессивной страной, тяжелой, царизм, крепостное право, нищета многих, читайте Декюстина, там все это написано, понимаете, и сравните с Де Токвилем, который в это же время пишет книгу «Демократия в Америке», это настолько разительно отличается одно от другого, что ты понимаешь, что внутреннее отношение наиболее умных людей не могло быть одинаковым. Я хочу спросить, уже мы действительно переходим в такой режим более Блиц, как вы видите свое будущее на телевидении? Не думаю. Это скорее вопрос не столько о ваших планах, сколько о телевидении? Не думаю, потому что пока я смогу делать то, что я делаю, я буду это делать, а когда я не смогу, так значит я перестану. Еще один вопрос связанный с темой нашей программы, вот в филологии есть разные точки зрения, например, филология, литература ведения, нужно ли знать биографию вообще, там, так сказать, происхождение, корни писателя, чтобы оценивать его творчество, или не нужно? Нет, нет необходимости. Для того, чтобы оценить человека, нужно ли знать, откуда он вообще, откуда ноги растут? Бэкграунд, который сегодня мы обсуждали, ваш бэкграунд, эти два часа. Вы говорите о том, если вы читаете писателя, надо ли знать его бэкграунд? Нет, не надо. Тостоевский велик, и ты можешь не знать его бэкграунда, тоже Пушкин, тем более Шекспир. Но когда ты имеешь дело с человеком непосредственно, и хочешь его понять, но не по литературе, а понять, наверное, полезно, знать его бэкграунд, потому что это объясняет зачастую его поступки. Спасибо большое. Сегодня было многое из того, что вы рассказали, что объясняет нам больше о вас, и это было и познавательно, и очень мы вам благодарны, что вы так открыто, несмотря на то, что вы говорите, что вы открыты, эмоционально, и как нам показалось, я хочу от себя сказать, что я, конечно, потрясен, как уже бывало неоднократно, вашим уровнем откровенности, честности и безжалостной порой по отношению к себе. Это там для меня, например, пример для подражания. Спасибо вам большое за это интервью. И я надеюсь, что наши слушатели получили такое же удовольствие, как и мы. Это была программа «Отцы и дети». Владимир Владимирович Познер был у нас в студии. Мы вас благодарим, и через неделю выйдем снова в эфир.